Всем привет, меня зовут Оля, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу поговорить о покупке одежды с Алиэкспресс. Мне ее в принципе не сильно много, в данное время есть много других возможностей приобрести красивую и интересную одежду. Весьма недорого, но часто на Алиэкспресс попадается что-то такое, что интересное, а у нас такое не купишь. Поэтому некоторые вещи такие достаточно популярные, хочу рассказать о их качествах и показать о том, как и с чем я в принципе их сочетаю. Я думаю, что видео будет вам интересно. Давайте начнем на вещи, которые находятся на мне. Это кофточка с таким достаточно недлинным рукавом, бархатная. Очень-очень давно на нее смотрела, все-таки решила заказать. В принципе, ношу ее не очень часто, потому что это 100% полиэстер, такие вещи я не люблю. Плюс, минусом этой кофты является то, что она очень сильно электризуется. У меня очень сильно электризуются волосы, даже как-то здесь видно, что они некрасиво на этой кофте как-то лежат. И электризуются кофты, электризуются волосы. Я просто не знаю, ходячее статическое электричество у меня все уже драхает током в этой кофте. Но она такая весьма недлинная. Я думаю, что в примерке будет видно, как она выглядит. Ее хорошо все-таки сочетать под вещи с высокой талией, то бишь под юбки карандаш, либо под джинсы с высокой талией, под брюки с высокой талией. Она весьма интересна, очень интересно смотрится на свету, лучше выглядит при дневном свете, мне очень нравится. Вещь очень интересная, я в принципе довольна, что она у меня есть. И часто, когда не знаю, что одеть ее, если интересно сочетать, она не будет выглядеть как-то вульгарно. Следующая вещь, которую хочу показать, это такая маечка. Выглядит она вот так, я думаю, что в принципе помещается. Можно видеть, буквы Vogue очень так хорошо отражают солнце, на солнечную погоду. Тоже надо очень аккуратно быть с этой вещью, ее надо очень хорошо сочетать, для того, чтобы не выглядеть дешево, с какими-то такими интересными вещами. Я тоже люблю под джинсы с высокой талией ее заправлять, она классно смотрится, она такая достаточно широкая. По качеству, в принципе, все здесь хорошо прошито, единственное, что в момент стирки полиняла вот эта этикетка на волна шеи, этого в принципе не видно, так что ничего страшного. Стираю ее обязательно ручной стиркой, потому что боюсь, что обрезут буковки, для меня в принципе это не проблема. Цвет очень сильно облазит, вот этот черный, когда стираешь, даже когда замачиваешь в составе. У нее, конечно же, есть хлопок, но также здесь большой процент полистера, это очень сильно чувствуется, несмотря на то, что было заявлено, что там один сплошной хлопок. Нет, на жару эта майка вообще не подходит, это именно на такую более прохладную погоду, под какую мы, допустим, дерматиновую курточку. Потому что на жару в ней очень некомфортно, она очень плохо дышит. Но сама вещь такая достаточно интересная. Следующая вещь, которую я покажу, она у меня такая весьма не очень удачная. Это такая длинная юбка-карандаш. Заказала ее в магазине Shein, на нее было очень много отзывов хороших, я не знаю, будет ли видно на видео, но она, я думаю, что видно. Видите, как она просвещается? Очень сильно просвещается материал, все прошито достаточно хорошо, все вметано, состав 100% полиэстер, но она просвещается. И надо было все-таки заказать на размер себе побольше, она как-то некрасиво обтягивает. Эта юбка интересная, я очень хотела ее сочетать тоже с такими коротенькими ботинками грубыми. И со свитерами такими крупными должно было быть интересно, но выглядит не очень в жизни. Она чересчур в облипку, надо было взять на размер побольше. Очень давно ищу такую вещь. Уже очень куплено вещей такого плана. Я все пытаюсь найти для себя такую идеальную юбку. Мне, конечно, очень нравится такой глубокий зеленый цвет. Возможно, она лучше подойдет на девочек пониже, потому что для меня как-то не очень красиво. На мой высокий рост, у меня рост 176. Следующая вещь, я ее на вешалку не вешала, потому что растягиваются плечики. Это вот такой вот гольфик, такого красивого цвета, красно-бордового. Заказала его с мя недавно, уже вижу сразу, что в процессе носики будут появляться какие-то катышки. Это 100% кашмир, как во всяком случае было заявлено на бирке, но мне так не кажется. Конечно, свитер очень мягкий, очень приятный к телу. У него достаточно короткий рукав, особенно на мой рост. Он чуть ли не по локоть. В принципе, в отзывах это было написано, я это и так знала. Этот свитер размера L. И мне надо было брать все-таки на размер побольше. Слишком в облипку, коротковат рукав. Я все-таки хотела бы, чтобы вещь немножко более была свободна. Плюс мне не очень хорошо он сел в пройме здесь. Я думаю, что в примерке это тоже будет видно. Но я заказывала именно эту кофту для того, чтобы ее носить под дермантиновую курточку. Под нее редко влезут какие-то теплые свитера. Эта вещь должна очень хорошо греть, но не создавать какого-то лишнего слоя в одежде, не делать ее более объемной. В принципе, она достаточно теплая. Но если сравнивать с какими-нибудь черстяными свитерами, у которых в составе даже не 100% шерсть, то она проигрывает. Она не сильно теплая. Я думаю, что насчет 100% кашемира здесь тоже продавец лукавил. Но все равно буду советовать эту вещь. Мне она, в принципе, нравится. Хорошая базовая штучка. Очень приятная, мягкая, достаточно хорошего качества. Следующее, что я хочу показать, это такая мелкая покупка. Это носочки. Я именно искала носочки такого желтого цвета, желтогорчичного. Я сейчас под такому цвету просто схожу с ума. Мне именно хотелось купить такие носки для того, чтобы они так торчали из коротеньких ботиночек в промежутке между брюками и ботинками. Чтобы было видно вот этот желтый цвет. И эту зеленую ленточку. Обожаю это сочетание цветов. В принципе, на мой сороковый размер она подошла. Хотя на такой размер она не была заявлена. Единственное, я думаю, что будет видно, что они такого достаточно не очень хорошо сделаны. Плохого качества, скажем так. Она сильно долго эти носки не поносится. Они начнут распускаться. Но я, в принципе, все равно довольна этой покупкой. Я их часто носить и не планировала. Приятно плотный хлопковый такой материал. Если кто-то что-то такое искал, в принципе, цена там достаточно невысокая. Я могу советовать. На ноге не видно это качество. Я думаю, что именно если вы не ищете качественные носки, а больше носки для создания стиля, они, в принципе, подойдут. Следующая вещь, которую хочу показать, это такая трапециевидная юбочка. Они весьма популярны. В принципе, у меня есть уже и другая. И в процессе носки я поняла, что вещь это вообще обалденная. Классно сочетается с свитерами, блузками, майками. Очень классно сочетается в спортивном стиле. Я думаю, что в примерке я покажу, как я ее сочетаю. Единственное, что на мой размер она не очень хорошо подошла. В принципе, она мне в талии, в бедрах подошла. Но все-таки у меня достаточно высокий рост у 76, как я уже говорила. И на такой рост она рассчитана на более мелкий рост. Получается, попа начинается в самой юбке немножко раньше, чем начинается у меня. Она не рассчитана на такой рост. Но сама юбка достаточно хорошо, качественно сделана. У нее, в принципе, все прошито. Здесь внутри весьма такая хорошая подкладочка. За эти деньги юбка очень классная, очень качественная. Я думаю, что девочки более низкого роста, в принципе, могут ее себе заказать. Я, в принципе, ее советую. Я думаю, что где-то надену. Но на мой рост она все-таки как-то коротковата. Немножко это не мое. Последняя вещь, которую я хочу показать. Я ее перед видео утюжила. Но джинс достаточно тяжело разутюживается. Это джинсовая рубашка. Как же я ее обожаю. Сколько я ее выносила. Она просто является палочкой-выручалочкой, когда не знаю, что одеть. Я, в принципе, в ней уже и видео снимала. Мне нравится то, что это стопроцентный хлопок. Она стиралась уже кучу раз. Она, в принципе, у меня уже пару лет. Единственное, что у меня из-за того, что плечи широкие, я ее заказывала в размере L. И потом здесь ушивала, делала такие выточки. Но это уже как бы мои заморочки. Здесь у меня размер L. Мне, как всегда, коротковатый рукав. Но я, в принципе, в плане этого не сильно переживаю. Я брюкла, что у меня вещи с коротким рукавом. Она очень приятная к телу. Очень хорошо, качественно сделана. Очень классно сочетается. И с джинсами, и с брюками, и с юбками. Вот с юбкой трапецией. Если вы не знаете, с чем сочетать свою юбку и трапецию. Особенно если у вас есть какая-нибудь такая кожаная. Она весьма теплая, что мне нравится. Очень часто ношу ее зимой, когда хочется более-менее хорошо выглядеть. Но мерзнуть я не люблю. Обожаю, обожаю. Я, наверное, буду петь этой рубашке от, не знаю, еще кучу лет. Если у меня с ней что-то случится, я обязательно закажу себе еще одну. Я знаю, что они весьма популярны. Но вещь действительно классная и весьма стильная. Очень советую. Надеюсь, что видео было вам интересно, полезно. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Увидимся в моих новых видео. Всем до скорой встречи. Всем пока.